всем привет вы находитесь на канале верка 17 и сегодня мы будем делать вот такую вот штуковину из фикс прайса это дерево номер 028 черемуха мы сейчас его посмотрим что входит комплект конечно же соберем и я вам покажу что из этого получилось если такое видео вам интересно ставьте лайк подписывайтесь на канал и пишите комментарии что вы хотели бы видеть еще такие видеоролики какими-нибудь другими интересными товарами для рукоделия из фикс прайс вот смотрите такие вот есть еще деревья сзади представлены картинки но сейчас это уже гораздо больше потому что как видите покупала этот набор достаточно давно видите 15 08 20 года это сделано соответственно я покупала давно давно было видео на канале можете посмотреть называется блестяшки из фикс прайс и там я его купила и вот наконец-то мне дошли руки я его сделала хочу подарить это деревце бабушке потому что очень любит всякое вручное творчество ну что давайте приступать вот к этому деревцу и также хочу с вами поделиться что вот эти вот милые сердечки из фикс прайса которым я украсила веточку очень красиво на не смотрится да кстати есть подключила гирлянду сейчас мы ее включим тоже из фикс прайса смотрится очень красиво особенно в ночное время и смотрите веточка у меня распустила бутончики это так приятно что в конце февраля уже есть бутончики это прям очень очень мило как по мне напишите ваше мнение вам нравится или нет по моему это просто невероятно состав этого набора значит у нас входит инструкция здесь подробно все рассказано то что у нас должно получиться вообще то что у нас должно получиться не совпадает с картинкой но посмотрим как она будет вот такой вот пластилин так как у меня этом набор уже больше двух лет он уже месяц назад твердил 4 набора бисера белого железная проволока 15 метров и вот пайетки зелененькие достаточно много так правило работать с набором для занятия с набором для ребенка понадобится удобное хорошее освещенное место которое желательно накрыть газетой или клеенкой на котором всегда нужно поддерживать порядок чтобы удобно работать с пайетками необходимо пересыпать их маленькие невысокие емкости пластичная масса способна принимать любую форму если в ходе на изделии образуются трещинки или неровности то их можно раскладывать влажными пальцами или кистью смоченной воде в отличие от пластилина масса после высыхания становится твердой и весьма прочной время полного высыхания изделия примерно один-два дня важно так как масса для лепки высыхает на воздухе после вскрытия упаковки следует герметично закрыть несмотря на то что она у меня герметично закрыта я не распаковывала затвердела за несколько лет так смотрите первый пункт это отмеряем 40 сантиметров проволоки отрезаем ножницами ножницами такой лучше не отрезать лучше взять кусачки или пускогубцы хотя бы а проволоку можно заступить ножницы поэтому лучше это делать не ножницами поэтому отрезаем лучше какие-нибудь кусачками специальными нам а нанизываем на проволоку одну зеленую пайетку в виде листочка и располагаем ее посередине вот так вот как показано рисунке дальше перекручиваем концы проволоки под листочком пятью семью витками начиная от его основания так нам нужно отмерить 40 сантиметров для этого я взяла две линейки одна 30 сантиметров другая 10 точнее другая тоже 30 нам понадобится от нее 10 и отматываем короче проволочку все 40 сантиметров у нас есть так теперь нужно найти середину середина найдена вот таким образом и нанизываем одну зеленую пайетку так зеленая пайетка на месте и делаем несколько витков есть но она держится как-то очень плохо смотрите у меня что получается меня так болтается я не знаю должен так болтаться или нет но в любом случае мы продолжаем с вами дальше на один конец проволоки нанизываем еще один зеленый листочек прокручиваем проволоку проволоку под листочком пятью семью витками затем перекручиваем концы проволоки между собой пятью витками короче надеваем еще один листик сбоку на какой-нибудь из кончиков давайте вот на этот умеряем похожее расстояние и закручиваем так у меня получилось вот так вот собственно как и на картинке после этого нам нужно будет здесь сделать еще несколько витков уже внизу и нанизываем еще один листик в бок и судя по картинке делаем то же самое с другой стороны вот таким образом мы получили такую веточку точно такую же как на рисунке и дальше нам нужно будет сделать ее вот так то есть добавить еще по такому же принципу еще по два листик с каждой стороны а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все, ребята, веточка готова. Вот так вот она выглядит. И теперь нам нужно будет сделать еще две такие же веточки. Таким же образом делаем еще две маленькие веточки. Ровно то, что я и сделала. Мы получили вот саму веточку и еще две веточки. Кстати, одну я зафоршмачила. У меня получилось, смотрите, ну, немножко по-другому выглядит. Но я думаю, это не важно, это же дерево. Там не обязательно даже быть одинаковые. Думаю, даже на что-нибудь разное, это будет даже лучше. Так, дальше, смотрите. Мы отмеряем 65 сантиметров проволоки и отрезаем ножницами, используя условное обозначение с плетевым светением номер 7. Вот это вот соцветие мы должны сплести с вами сейчас. Формируем большую ветку, состоящую из трех маленьких веточек и одного соцветия. Дальше мы должны будем сделать вот это. Но давайте начнем соцветия, естественно. У нас пока без соцветия ничего нет. Значит, сейчас вот так вот его поставлю, чтобы его видеть. И, наверное, чтобы вы видели его тоже. И отмеряем 60 сантиметров проволоки. 60 сантиметров это ровно две линейки, которые у меня есть по 30 сантиметров. Так, опа. Все, я отмерила. И вот в этом месте мы должны отрезать. Все, готово. Так, теперь ищем серединку и открываем пакет за бисером. Давайте-ка в нее высыпаем. Уже рассыпался по всему столу. А еще даже не начала плести. Нужно быть аккуратнее. Так, смотрите, по схеме нам нужно взять 3 бисеринки и нанизать их. Давайте этим и займемся. Раз, два, три. Прогоняем их в самую серединку и закручиваем. Здесь не расп... А, вот здесь написано, смотрите. Формируем петельку из трех бисерин, перекручиваем концы проволоки пятью витками. Формируем две петли из пяти бисерин и перекручиваем концы проволоки тремя витками. Так, значит, мы сейчас сделали три. Дальше мы делаем пять витков. Раз, два, три, четыре, пять. Так, после этого на каждую сторону нам нужно надеть по пять бисеринок. И надо сделать аккуратный такой кружочек. Скажу, это не очень просто и не очень удобно. По крайней мере, когда телефон стоит перед носом. Возможно, без телефона было бы проще. Так, теперь на второй конец. Также нанизываем пять бисеринок. Раз, два, два, три, четыре и пять. Вы, посмотрев это видео, сможете это сделать без помощи фикс-прайса. Купить такие вот листики-пайетки, купить белый бисер и сплести все самим. Я думаю, так выйдет даже намного дешевле, чем покупать в фикс-прайсе. В фикс-прайсе эти наборы сейчас стоят по 200 рублей. Не помню, почем я их покупала. Сейчас они вот стоят 200. Так, у нас вот такая вот штучка уже получилась. И теперь давайте-ка посмотрим, что написано дальше. Дальше написано 3 петли из 7 бисерин. Перекручиваем концы проволоки пятью витками. То есть здесь у нас получается 7 бисерин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, теперь мы должны тут сделать небольшой вот такой вот переходик. И сделать то же самое, что мы делали сейчас с пятью бисеринами, только семь. Мне кажется, я очень сильно много витков сделала. Давайте немножко подраспустим. Так, да, вот так вот. Опа! Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Кстати, бисер весь разного размера. Можете обратить внимание, который идет в комплекте. Они прям конкретно отличаются. Самый дешевый бисер идет в комплекте. Вы можете сделать это дерево из более дорогого и качественного бисера, если купите его сами и тупо по инструкции сделаете. Вот, ну, я купила готовый набор, потому что он меня заинтересовал тогда еще два года назад. Ну, что-то у меня когда-то из-за работы не доходили руки. Вот сейчас они мне наконец-таки дошли, потому что сейчас дела особо нету. С работы я стою ушла, где у меня был полный завал. Постоянно не было ни на что ни сил, ни времени. Соответственно, могу себе позволить позаниматься вот с вами сейчас вот таким вот рукоделием. И вам полезно показать, и мне полезно что-то сделать. Я думаю, этот набор подарить бабушке. Я думаю, ей будет очень приятно. Она очень любит, когда я что-нибудь своими руками для нее делаю. Так, делаем еще семь бисеринок на другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут бисеринки еще более разные, смотрите. Они прям очень сильно отличаются. Так, опускаем. Такая прикольная веточка у нас получается. Дальше мы петли из девяти бисерин перекручиваем к концу двумя витками проволоки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, тут три петли было. Здесь мы прям отсюда же сразу делаем еще пять бисерин. Но они, видите, эти вот две переходят в одну. Как интересно это сделать так, чтобы это было красиво. Так, я предлагаю нанизать на каждую сторону по три. Попробуем сделать так. Так, здесь есть. Теперь давайте на другую сторону. Ну, чтобы было прям как на картинке, потому что мне кажется, что если я буду сидеть и что-то делать не так, то это будет какая-то фигня. Так, смотрите, вот что у нас пока получается. И теперь, я думаю, вот это все, видите, здесь нарисовано, что вот так это уходит в бисеринку и дальше это перекручено. Я думаю, что у меня тут немножко, видите, разная длина. Но я хочу вот на обе проволочки насадить сюда вот так вот одну бисеринку и затянуть. Давайте попробуем, я не знаю, насколько это хорошая идея. Давайте какую-нибудь такую высокую. Да, вот такую высокую возьму. И на две проволоки вот так вот насаживаю. Вот что у меня получается в итоге. Теперь нужно это закрутить. Чутка. Не сильно нужно закрутить, просто немножко закрутить. И теперь мы делаем вот то, что я читала про девять бисерин. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да. Да, после небольшого расстояния мы, получается, нанизываем девять бисеринок сюда. И так мы делаем четыре раза. И между ними практически нет расстояния. То есть там маленькая накруточка идет. Вот эта бисеринка из-за того, что я ее, смотрите, сделала так, не в общую, а отдельно, она у меня теперь вот здесь так вот болтается. Так что так, наверное, не делайте. Делайте, наверное, просто как обычно. Так, ну давайте посчитаем. Раз, два, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И девять. Все, есть. Одеваем. И закручиваем. Так, вот то же самое с другой стороны. И сразу же отсюда, через совсем маленький такой прокрутик, буквально два прокрутика. Да, вот здесь даже написано два витка. Делаем еще то же самое, тоже по девять этих соцветий. Веточку с листиками, конечно, плести было намного проще. Но это тоже, в принципе, не сложно. Я думаю, на втором день мы соцветия это будет уже вообще быстро и на автомате, потому что вторую и третью веточку с листиками я сприла просто на автомате, никуда даже не посматривая, просто уже по памяти. Так, вот такая красотулька у нас получилась. Отставляем бисер в сторону, чтобы он нам не мешался. И смотрим, что у нас имеется. Мы уже можем сделать вот эту веточку. У нас есть три такие веточки, зелененькие и одно соцветие. Давайте почитаем. Так, формируем большую ветку, состоящую из трех маленьких веточек одного соцветия. Смотрите, рисунок восемь. Таким же образом делаем еще семь больших веток. Но это уже потом. Так, смотрите. Значит, мы это сделали. И теперь нужно собрать рисунок на рисунке восемь. И здесь самое печальное, что нигде не описано, как это сделать. Здесь просто написано, что мы это сформируем по такому-то принципу. И просто смотрите на картинку. Ну, давайте попробуем повторить картинку, раз нам не рассказывать. Смотрите. Значит, здесь веточка переплетается с одной веточкой. Потом через какой-то момент добавляется еще одна веточка. И еще пониже еще одна веточка. Так, добавляем. И добавляем последнюю. Вот, смотрите. Вот такое соцветие у меня получилось. То есть, оно вроде, в принципе, даже похоже на то, что нарисовано на картинке. По крайней мере, мне нравится, как это выглядит. И давайте посмотрим, что нужно будет сделать дальше. Так, дальше мы делаем таким же образом еще семь больших веток. Вот это у нас большая ветка. То есть, дальше мы продолжаем просто плести вот это все, чтобы в конечном итоге было таких веток, я понимаю, восемь. Если еще семь, значит, всего должно быть восемь. Давайте посмотрим на это дерево. Тут ничего не понятно. Ну ладно, давайте. Я сейчас сделаю и вернусь к вам. Вам, наверное, будет неинтересно смотреть еще одно и то же. В общем, делаем еще несколько таких же веточек. Поехали. Так, ребята, срочное включение. Хочу вам сказать, что я сейчас делаю одно еще соцветие. Кстати, вот следующее. Я сейчас надела себе проволочек на будущее. И вот делаю следующее соцветие. И пока я закручиваю, смотрите, у меня эта проволочка сломалась на две части. То есть, это должен был быть один цветочек, но проволока сломалась. Вот я сделаю три штучки, вот я делаю пять, и проволока сломалась. То есть, проволока здесь капец какая некачественная. Намного лучше проволока, поскольку я делаю всяких поделок сама, да. И там были нормальные проволоки. Так, что в фикс-прайсе, ну, не очень. Она ломается, имейте в виду. Итак, ребята, я сделала семь вот таких веточек. И двадцать одну вот такую веточку. И теперь наша задача из них сделать вот такие вот веточки. Объединяем, и получается вот так-то намного лучше. Вот такие вот интересные веточки у меня получились. И давайте вернемся сейчас на стол. И посмотрим, что же у нас дальше в инструкции, как их нужно нам объединить. Пока это смотрится очень красиво. И главное, очень хорошо преривается от дневного света. Итак, этот пункт мы сейчас сделали. Этот пункт мы тоже сделали. И вот этот пункт мы как раз именно сейчас завершили. Дальше. Здесь у нас рассказывалось, как сделать это соцветие. Мы его тоже сделаем. И следующим пунктом... Точнее, это тоже сделали. И следующим пунктом у нас пункт номер одиннадцать. Складываем три большие веточки вместе. И перекручиваем концы проволоки между собой на 2-2,5 сантиметра. Смотри, рисунок 9-10. То есть мы вот так вот только должны сложить. И вот так вот перекрутить их между собой. Ну, давайте попробуем. Так, вот такой букет плотно у нас получился. Теперь можно всё расправить. И будет как на картинке. Очень всё плотно скрутилось. Наверное, нужно было не так сильно затягивать. Мне кажется, что я где-то накосячила. Так, давайте-ка здесь подрасправим немножко. Так, ну вот, в общем, такая вот веточка у меня получилась. В принципе, она выглядит как на картинке. Так, дальше. Добавляем пять больших веточек. Перекручиваем концы между собой. Раз, два, три, четыре, пять. То есть мы сейчас даже скрутили три. То есть сейчас мы скручиваем пять. И дальше мы всё это как-то между собой. В конце проволоку закрепляем и обрезаем ножницами. Внизу ствола концы проволоки загибаем на 5-7 миллиметров, чтобы изделие было более устойчивое. Так, ну давайте сейчас объединим пять веточек. Это ровно столько, сколько у нас осталось. Раз, два, три, четыре, пять. И нам нужно скрутить между собой пять веточек. Давайте вот так их разложим сейчас как-нибудь. Вот так. Я думаю, их немножко надо ещё подзакрутить. Господи, как это всё скрутить? Я вообще не представляю. Так, мы сейчас вот так их объединяем. Соединяем вот так и вот так вот. Вот так вот это всё скручиваем. Вообще, мне не очень нравится как всё выглядит. Но я это делаю первый раз в своей жизни. Бисероплетением я тоже особо не увлекаюсь. В детстве плела какие-то фигурки. Тоже вот из наборов похожих. Но не особо это моё. Так, мы это собрали. И теперь нужно... Видите, они здесь объединили. Рисунок 11. Нам нужно это будет объединить с этим. Ну, пока у меня получился вот такой букет. А не дерево. Давайте посмотрим, что дальше. В конце проволоку закрепляем. И обрезаем ножницами внизу ствола концы проволоки. Загибаем на 5-7 миллиметров. Чтобы изделие было более устойчивое. То есть мы всё это скрутили. Надо скрутить это по максимуму. И внизу мы должны вот так вот всё расправить. Ну, пока у меня получилось как-то вот так. Мне не очень нравится, как это всё выглядит. Сейчас будем разбираться. И давайте почитаем, что у нас написано в инструкции дальше. Так, дерево готово. Теперь сделаем из него подставку. Из массы для лепки, входящей в набор, скатайте плотный ровный шарик, придайте ему форму. Формы и декор подставки могут быть различными. Это зависит от вашей фантазии. После того, как подставка будет готова, промажьте её водой для более ровной поверхности. После того, как подставка высохнет, изогните красиво ствол и расправьте ветки. Время затвердевания массы 24 часа до полного высыхания 48. И вот это то, что должно у нас получиться в итоге. У меня пока это выглядит всё вот так вот. Я пойду попробую замочить эту массу в воде. Расправится она или нет, я не знаю. Но если что, будем импровизировать с подставкой как-нибудь по-другому. Короче, что я хочу сказать по поводу вот этой штуки. Она, видите, как бы размазывается. И как бы она размокает, но она не становится пластичной, и ничего с ней не происходит. То есть, если эта штука у вас купила... Вы так же, как я купили набор несколько лет назад, забыли про неё, то вот эту вот массу уже нереально с ней что-либо сделать. Она просто вот пачкается, и всё. То есть, из неё уже больше слепочной массы не получится. Ну и так, кстати, если у вас есть готовое изделие из этой штуки, то лучше его не мочить, потому что она как мел просто разваливается. И не становится ничем, видите, она просто размазывается по рукам. То есть, она даже не пытается каким-то образом... Ну, мяться и так далее. То есть, просто это получается вот такая вот фигня. Так что, надо будет придумывать что-нибудь другое. Мне не понравилось, как это выглядело, и я решила собрать всё заново и с веточками более короткими, для того, чтобы это как-то было покомпактнее и более пушисто смотрелось. Потому что, когда это всё было сделано большими ветками, слишком длинными, это смотрелось как-то пусто. Я решила сделать меньшее расстояние, для того, чтобы оно было покучнее, и мне кажется, получилось просто супер в итоге. Размочить мне эту пластину никак не получилось, поэтому решила взять вот такой вот горшочек. Вот он. Я его покупала в фикс прайсе, вместе с искусственными растениями. Вот с этими вот растениями он продавался. Я растение покупала, чтобы ставить их до вида. Соответственно, я не использовала его по назначению. И горшочек у меня остался. И вот я как раз его решила применить для этого цветочка. Вот, я его просто вставила. Вот видите? Вот так вот всё произошло. Держится достаточно надёжно. И для того, чтобы вот эта вот страхолюдина не была видна, я буду, наверное, использовать вот такой вот зелёный бумагу для заворачивания подарков. Я думаю, отлично подойдёт и будет смотреться как травка. Сейчас попробую и вам скажу, красиво получается или нет. Итак, ребятушки, я всё проложила. Получилось более чем офигенно. Мне всё нравится. Осталось расправить ещё покрасивее листики, потому что они немножко помялись, пока я отсюда засовывала. И смотрите, наполнитель тоже не вываливается, потому что я его вдавила вот так вот пальчиком между вот этих вот отверстий. Вот так пальчиком продавила всё. И поэтому этот наполнитель у меня тоже не вываливается. Единственное, что у меня вот кое-где он залезает, куда не надо. Но это сейчас я подправлю. Вот так, в общем-то, смотрится очень даже неплохо. Наверное, даже лучше, чем оно планировалось. Напишите в комментариях, как вам. Так, ребята, хочется подвести итог по поводу вот этого набора. Этот набор, в принципе, довольно неплохой. Пластмасса через несколько лет становится нереальной, невозможной для того, чтобы её эксплуатировать. Поэтому, если вы купили набор, пользуйтесь сразу и проверяйте срок годности на упаковке, потому что, если вы покупаете набор в фикс-прайсе, и там этот набор завалялся давно, возможно, эта пластичная масса будет уже в плохом состоянии, и вы не сможете ей пользоваться. Также хочу бы сказать по поводу бисера. Здесь у меня, смотрите, вот таких недобисеринок осталось где-то 4 или 5 штучек. 5, да? Вот, смотрите, раз, два, три, четыре, пять. То есть, в каждой упаковке было по минимуму одной такой штучки сломанной. И осталось несколько бисеринок, но вот для того, чтобы делать эти цветочки, в некоторых местах, где было 9 или 7 элементов, я использовала меньшее количество бисера, просто брала бисеринки, которые такие сдвоенные, считала их не как одно, как две. Поэтому у меня бисер остался. Если так, скорее всего, мне бисера бы не хватило. Далее. У меня осталось немного проволоки. Это хорошо. Это с запасом, то есть, если, ну, можно не жалеть. Вот самая проблема с бисером. А вот этих вот поеток осталось прям вообще огромная куча. Прям вот можно, наверное, собрать еще несколько таких вот веточек. Если вдруг у вас где-нибудь не хватило, и вы хотите как-то вот все это доделать. Кстати, возможно, можно будет добавить сюда веточек еще, где-нибудь прикрутить. Ну, это, наверное, уже делается, ну, еще до того, как вы собрали, потому что я боюсь, что все развалится. Вот такой вот у нас получился результат. Я надеюсь, вам результат нравится. И если вас это заинтересовало, вы пойдете в фикс-прайсы, купите себе такой набор. Они у нас в фикс-прайсе стоят на этих стойках, где косметика на самом верху. Но в ваших фикс-прайсах они могут быть в другом отделе, например, в детском отделе для творчества. Я не знаю. Но вот у нас они стоят наверху. Но я его покупала, по-моему, в отделе для творчества. Изначально, когда первый раз его увидела. Вот такой вот у нас получился обзорчик. Я надеюсь, вам понравилось. Если вам это видео понравилось, поддержите его лайком. И подписочка на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...